Три четверти века полет успешный Три четверти века полет успешный учебная авиационная база филиала ВУНЦ ВВС Военно-воздушная академия имени профессора А.Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина в Челябинске встретила свой 75-летний юбилей. Созданная за 9 месяцев до завершения Великой Отечественной войны как 39-й учебный авиационный полк Челябинская учебная авиационная база приступила к выполнению задач по подготовке штурманов и стрелков-радистов. За прошедшее десятилетие в части, дислоцированной на аэродроме Шагол северо-западным пригороде столицы Южного Урала, неоднократно проводились организационно-штатные мероприятия. С течением времени менялся тип летательных аппаратов, на которых проходили обучение курсанты, от ДБ-3 до ТУ-134Ш и Ан-26Ш. Неизменным был одно личный состав всегда оставался верным воинскому долгу и по-прежнему передает свои знания и опыт как молодым военнослужащим, приходящим в базу, так и будущим офицерам, обучающимся в филиале. В августе 44-го. История создания учебной авиационной базы уходит в далекий непростой 1944 год, когда в воздухе уже витала ощущение неминуемой близости победы и последующего за ней восстановления страны. Завершающий год Великой Отечественной войны требовала от военно-воздушных сил Красной Армии значительного количества авиационных специалистов. Поэтому летом того года было принято решение о формировании в Челябинской военной авиационной школе штурманов и стрелков радистов 3-го учебного авиационного полка. На основании директивы Генерального штаба РККА от 14 июля 1944 года номер орг.обратный слэш 10 обратный слэш 31763С с 10 августа 1944 года школа перешла на новый штат трехполкового состава. Полкам училища присвоены союзные номера 37-й учебный авиационный полк на самолетах Лидван 38-й учебный авиационный полк на самолетах Р-5 и 39-й учебный авиационный полк на самолетах ДБ-3. С августа 2010 года 604-й учебный авиационный полк возглавлял летчик первого класса полковник Вячеслав Сергеевич Табаченко. В конце того же года в штат был введен смешанный авиационный отряд на вертолетах Ми-8 и Ми-8МТ, а также самолетах Ан-26. А к 1 февраля 2011 года было проведено преобразование 604-го учебного авиационного полка в 221-ю учебную авиационную базу 2-го разряда. Спустя полтора года в августе 2012-го база переведена в подчинение военного учебно-научного центра военно-воздушных сил Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и ЮА Гагарина, Воронеж. В настоящее время база включает 4 учебные авиационные эскадрильи на самолетах Ту-134Ш и Ту-134УБЛ, Ан-26Ш и Ан-26, в вертолетах Ми-8 и Ми-8МТ, Техника эксплуатационную часть, службу МТОС Ротаэродромно-технического обеспечения, Батальон связи и радиотехнического обеспечения. Личный состав авиационной базы на протяжении 3-4 века осваивал и эксплуатировал множество типов самолетов и вертолетов. Задачи по переучиванию летного состава, совершенствованию летных навыков и своевременной подготовке переменного состава решались всегда успешно. В базе в 2011 году впервые внедрили и освоили видеоконтроль качества заходов на посадку и посадки самолетов, с последующим показом видеозаписи летному составу. Это повысило ответственность и даже вызвало соревновательный дух и возможность показать свое летное мастерство в выполнении посадки самолета. Кроме того, база в 2013 году освоила на таких транспортных самолетах, как Ан-26Ш, еще и бомбометание. Нынешнее обучение курсантов в бомбометании выполняется от малых высот до практического потолка, с проходом через два полигона. А с августа 2016 года летный инструкторский состав на самолетах Ан-26Ш выполняет полеты на максимальные возможности раздела специальной подготовки командиров и штурманов курса боевой подготовки военно-транспортной, транспортной и специальной авиации. В частности, отрабатывается посадка, взлет, с использованием грунтовой ВПП. С 1 декабря 2017 года учебная авиационная база снова вернулась в родную гавань, так как с этого дня она вновь стала структурным подразделением училища штурманов, филиала в УНЦ ВВС в городе Челябинске. На из-за долгода празднования юбилея командиром базы был назначен летчик первого класса полковник Вадим Васильевич Мандеровский. А полковник Вячеслав Табаченко продолжил службу в качестве заместителя начальника Челябинского филиала полетной подготовки. Сегодня учебная авиационная база и единственная авиационная часть в России, занимающаяся практическим обучением курсантов-штурманов, которые после окончания вуза проходят военную службу во всех регионах нашей страны. Выпускники успешно реализуют знания и практические навыки, приобретенные в период обучения в базе. За 75 лет летно-инструкторским составом базы «Полка» подготовлено более 24 тысяч курсантов-штурманов и более тысячи курсантов-летчиков. За это время база прошла большой и славный путь, приобрела богатый опыт практического обучения штурманов и продолжает играть важную роль в подготовке штурманских кадров для авиации нашей Родины. Учебная авиационная база предназначена для обучения курсантов-штурманов практическим полетом на самолетах Ту-134 Ша и Ан-26 Ша, а также воздушной навигации и боевому применению, рассказывает заместитель начальника филиала полетной подготовки полковник Вячеслав Табаченко. Курсанты, обучающиеся на втором факультете и факультете подготовки офицеров боевого управления, также проходят на нашей базе практику и стажировки в группе руководства полетов. Кроме того, здесь же обучаются курсанты-летчики Краснодарского ваула имени Героя Советского Союза АК Серова, проходящие на вышеуказанных типах самолетов войсковые стажировки. Вячеслав Сергеевич заостряет внимание на том, что база это, по сути, полигон, на котором курсанты отрабатывают практические действия после теоретической подготовки. В учебных аудиториях курсанты получают знания, касающиеся основных законов и принципов воздушной навигации, аэродинамики, эксплуатации воздушных судов, применения средств в связи радиотехнического обеспечения и многие другие. Однако все это необходимо методично и качественно закрепить практическими умениями и навыками, чтобы уже затем успешно применять их по предназначению в войсках, подчеркивает полковник Табаченко. Начинаются все от простого к сложному. Курсанты второго и третьего курсов выполняют полеты в составе экипажа, но не на рабочих местах, а в салоне, продолжает мой собеседник. В этот период инструкторы закладывают им основной фундамент практических знаний по воздушной навигации. На четвертом курсе обучаемые пересаживаются на рабочие места штурманов. Отрабатывается точность полетов по заданным маршрутам. И, наконец, на пятом, выпускном курсе, приходит время для боевых применений, в зависимости от того рода авиации, по профилю которой обучается курсант. Речь идет о бомбометании, выполнении воздушной разведки, полетах с летно-тактическими упражнениями и приемами с привязкой на тактическом фоне. В результате выпускник по окончании обучения получает весь спектр знаний, необходимых для службы в воздушно-космических силах. По словам заместителя начальника челябинского филиала в УНЦ ВВС ВВА, попасть служить в базу может далеко не каждый военнослужащий ВКС. Отбираем лучших специалистов своего дела, отмечает Вячеслав Сергеевич. Смотрим на морально-психологические качества, средний балл диплома. Проводим собеседование, в котором выявляем не только профессиональный горизонт кандидата, но и общий круг озор, позволяющий судить о разносторонних возможностях. Человек, желающий служить у нас, должен разбираться не только в технических аспектах, что, конечно, крайне важно, но и в вопросах культуры, литературы, истории, этики, общества знания. Инструктор – это тоже педагог. И от того, насколько он подготовлен, насколько он сможет заинтересовать своего подопечного, зависит то, с каким багажом знаний обучаем и подойдет к выпуску. В течение летной практики мы отбираем выпускников, в основном краснодипломников и золотых медалистов, которые смогут уже в качестве лейтенантов остаться в базе. Но наши двери всегда открыты и для тех офицеров из наших многочисленных авиационных гарнизонов, что хотят проявить себя в инструкторской стезе, констатирует полковник Табаченко, добавляя, что касательно кадров база обновилась, заметно помолодела. Пришло немало выпускников. Около 30 человек за последние несколько лет. Причем идут не только выпускники филиала, как штурманы, так и офицеры боевого управления, но и лейтенанты из нашего головного вуза военно-воздушной академии в Воронеже, молодые летчики из Краснодарского училища, а также выпускники других военных вузов, в зависимости от специальности. Средний возраст военнослужащего базы в настоящее время около 30 лет, поясняет собеседник. При этом есть в составе базы и проходит службу и такие военнослужащие, которые отдали делу подготовки штурманских кадров не одно десятилетие. Это подполковник Виктор Константинович Гоголь, майор Михаил Иванович Спирин, капитан Сергей Витальевич Кокшаров, майор Дмитрий Викторович Пол Яонов, подполковник Дмитрий Александрович Авшин, подполковник Федор Федорович Кузьмин, майор Вячеслав Игоревич Колодин, майор Виктор Владимирович Кусков, подполковник Вячеслав Геннадьевич Рязанов. Перечисляет Вячеслав Сергеевич. Они опытные и грамотные специалисты, подготовившие большое количество выпускников По словам заместителя начальника филиала полетной подготовки, в ближайшее время перед базой стоят два важных вопроса ее технического оснащения Во-первых, это глубокая модернизация имеющегося авиационного парка, а во-вторых участие в разработке перспективного самолета, на котором в обозримом будущем предстоит обучать курсантов-штурманов Работы в обоих направлениях идут в интенсивном режиме, заверил полковник Табаченко Ответственные задачи сегодняшнего дня В день основания учебной авиационной базы на Строевом плацу прошло торжественное построение На праздник было приглашено большое количество гостей С юбилеем личный состав поздравили руководители Челябинской и Челябинской области, представители традиционных религиозных конфессий, ветераны военно-воздушных сил В праздники приняли участие и подшефные юно-армейские отряды Они вместе с курсантами и ветеранами возложили цветы к памятной плите воинам-авиаторам полка, базы, погибшим при исполнении интернационального долга в Республике Афганистан Сердечно поздравляю личный состав с 75-летием со дня формирования части Этот небольшой по историческим меркам отрезок времени успел вместить в себя мужество и стойкость участников Великой Отечественной войны Тяжелые послевоенные годы, освоение новой авиационной техники, самоотверженный труд летчиков и штурманов, инструкторов, инженеров, техников и других авиационных специалистов Поздравил личный состав базы начальник филиала военного учебно-научного центра военно-воздушных сил Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и ЮА Гагарина заслуженный военный летчик Российской Федерации полковник Игорь Шведов Сегодня перед нами стоят задачи по подготовке летного и штурманского состава штурманов-специалистов по профилю оперативно-тактической, дальней и военно-транспортной авиации Я уверен, что личный состав базы, как и прежде, успешно справится со всеми поставленными задачами Обратился к своим подчиненным командир учебной авиационной базы полковник Вадим Мандеровский За прошедшие годы профессиональным мастерством на занятиях с инструкторским составом базы овладели тысячи специалистов И нет сомнений, что с каждым годом их будет становиться еще больше Челябинск Леонид Хайремдинов, Красная звезда Фото Алексея Китаева Леонид Хайремдинов, Красная звезда